Миф об опасности ядерной энергии. Сейчас я вам буду доказывать. Имейте в виду, положение мое очень щекотливое. Всегда, когда щекочет, всегда смех такой вот. Вот оно, щекотливое положение. Я должен все это дело как в шутку обращать. Очень трудно это в шутку обратить. Эта картинка показывает блок Чернобыльской электростанции после взрыва. Вид, естественно, с вертолета снят. Видите, разрушенный корпус. Вот, понимаете, мое щекотливое положение. Это, конечно, история с аварией на Чернобыльской электростанции. Даже ее лучше называть катастрофой. Она имела не только серьезные последствия для Чернобыля, для самого города, но и очень большой, так сказать, пиар. Как сейчас говорят, пиар большой сделала. Большой негативный пиар для ядерной энергетики вообще. После этого в таких вот странах, где мнение народа принято было учитывать, демократия это называется. Черчилль, кстати, по поводу демократии очень так вот интересно говорил, что это очень несовершенный, на самом деле, строй, но просто ничего более совершенного нет. Иногда как-то эту фразу Черчилль воспринимается угу в пиаровском таком, в продемократическом стиле. А на самом деле он ведь очень умную вещь говорил. Ну вот смотрите, каждый из нас имеет право, значит, сделать выбор, да? Выбрать там, я не знаю, депутата районного там совета. Вот. Но он не может. Потому что статистические особенности выборов, наше мнение, наше право практически обнуляют, да? И вот важно создать поэтому определенный пиар. Нужно привлечь внимание, вот голосуйте вот за такого-то депутата, выбирайте сердцем, там, я не знаю, какой-то должен быть пиар. Очень хорошо обычный пиар, когда надо кем-то запугать. Голосуйте вот за нашего депутата, иначе вот, вот он противник, это такой страшный, нехороший. Ну, точно побегу, проголосую вот за этого депутата, потому что противник еще хуже, по крайней мере, это точно. Вот. Так вот, этот вот негативный пиар сработал и с ядерной электростанцией. Тут все наложилось. Ну, о причинах, по-моему, этого чернобыльского события я уже говорил, оправдывался, что говорил, что это по сугубому незнанию фактически простых законов работы атомного реактора, что такое теперь уже может точно уж не повториться. Вот это вот, собственно говоря, я уже говорил, повторять не буду. Но сыграло все на этот черный пиар, все что угодно. Наша тогда традиционная советская закрытость сыграла. Потому что сразу об этом деле не объявили. Объявили только через некоторое время спустя, мелким шрифтом, где-то там такое, и, соответственно, небольшое заявление, значит, по телевидению в программе «Время», что на Чернобыльской электростанции прошла авария, значит, кто-то пострадавшим оказывается помощь, а создана комиссия, там, вот такая сугубо формальная вещь. Естественно, за этим можно было все что угодно давать волю домыслам, да? Отсюда росли какие-то необыкновенные цифры потерь, которые вообще-то, по-моему, до сих пор никто всерьез не может проверить. Так увлеклись все этими потерями. За этой закрытостью, собственно говоря, неизвестно было, что же там произошло. Потому что как-то вот возникало такое желание думать, что там произошел атомный взрыв. То есть произошел атомный взрыв на Чернобыльской электростанции, ничего подобного, естественно, там не было. Атомный реактор взорваться не может. Хотел сказать, к сожалению, ну, к сожалению, наверное, для тех ученых-физиков, которые в 40-е годы разрабатывали ядерное оружие, ядерную бомбу, вот, к сожалению, для них вот не так просто сделать ядерную бомбу. Если бы все было так просто, да, вот ядерную бомбу сделать совсем непросто, значит, реактор просто так взорваться не может. Вот это вот тоже сыграло свою роль, все эти слухи, сплетни. Потом у нас к радиации тоже какое-то отношение. Я вот вам долго-долго пытался два сезона объяснить, два, вернее, два урока, пытался вам объяснить, что на самом деле многие вещи, связанные с последствиями облучения, они, можно о них говорить так всерьез, только когда объект перенес такое острое лучевое поражение, называемое лучевой болезнью, и вылечился. Вот после этой болезни-то лучевой, которая переболела очень немного людей на самом деле, вот после нее-то и можно говорить о, значит, каких-то отдаленных последствиях этой тяжелой болезни. А что бы хотели после тяжелой болезни, чтобы не было никаких отдаленных последствий? А? Скажите, пожалуйста. После какой-нибудь тяжелой, так сказать, травмы, что не будут в старости болеть это место? Будет, конечно, болеть, ломить будет, и всякие бывают вещи с тяжелыми травмами. Вот. Ну, вот это вот сработало. Но факт тот, что... Единственное радует, что при этом... Это самая экстремальная авария, которая могла произойти, а, значит, реактор в конце своей кампании фактически был, и вот этот вот взрыв, он, значит, хуже не могло быть, больше выброс не мог быть в принципе. И вот он произошел, вот этот вот реактор разрушенный есть, и если бы, значит, догадали, были бы поумней противники ядерной энергетики, они бы наверняка придумали бы версию, что это было специально проведенное испытание, для того, чтобы, значит, проэкспериментировать со взрывом ядерного реактора, да? Насколько это опасно? Вот оказалось, что это вовсе не опасно. Вот здесь, вы знаете, вот на этой нашей волне боязни ядерной энергии играет роль вот что. Наша, ну, вот как говорят религиозные люди, гордыня чрезмерная. Человечество слишком гордится собой, своей мощью, что оно, вот какое оно мощное. На самом деле, человечество, конечно, несмотря на то, что оно мощное, конечно, в меру, но на фоне земного шара, на фоне тех процессов, которые происходят на земном шаре, и тектонические, и движение воздушных масс, оно очень бедно энергией. Та энергия, что дает Земле Солнце, ее хватает для того, чтобы орошать всю планету водой, которая испаряется из океанов, то есть опресняется, поднимается в небо, переносится массами ветра и, значит, орошает нас. То есть наши человеческие методы, методы вот наши, так сказать, нам бы вот самим, нас бы самих заставить опреснять, там просто энергетически мы бы ничего не смогли сделать, нам бы не хватило на это денег. То количество воды, которое требует, чтобы орошать какой-нибудь там район Московской области, если затарить, так сказать, железнодорожные цистерны, там от Москвы до Владивостока этот состав протянулся бы несколько раз, чтобы, так сказать, по-хорошему, так сказать, поливать все это дело. Вот. То есть на самом деле аварии, которые может устроить человечество, они для земного шара булавочные уколы. Я вам как-то рассказывал про расчеты, которые велись относительно, так называемой, ядерной зимы. Что будет, если две стороны Советского Союза и США в период их расцвета, так сказать, их противостояния будут самым нелепым, неожиданным образом применять ядерное оружие против городов друг к другу. Вот такой вот взаимноубийственный удар, да, убей меня нежно, или там, как называется, убей меня с черным дымом. Непонятно, зачем будут убивать друг друга просто так, да, не защищаться, не пытаться выиграть, а просто вот такой вот самоубийственный удар, отчаяние какое-то. Так даже в этом случае, оказывается, на следующий день планета забудет просто про все это дело. Переменная облачность, вот чем она отреагирует. Так показали уточненные расчеты. Никакой ядерной зимы не будет. Я вам рассказывал, кто пропустил, я намекну. В ходе этих расчетов забыли странным образом о нашей американце учесть оседание, так сказать, сажи. Вроде как коэффициент вот этот не знали и отложили на потом. Когда учли, оказалось, что значит, вот переменная облачность, все, что грозит, все, чем грозит ядерная война. А неосевшая сажа в этой компьютерной программе, значит, блокировала солнечные лучи, земля превращалась в ледяной шар. Жизнь на ней прекращалась. Ну, вот жизнь не прекратилась. Чернобыльскую АЭС накрыли вот таким огромным, вот этот взорвавшийся блок накрыли вот этим огромным саркофагом, значит, бетонным. Говорят, в нем какие-то щели, говорят, там что-то подтекает. Ну, а как ты на это делаешь? Смотрю, с оптимизмом, кстати говоря. И все это уже давно в прошлом, вся эта чернобыльская катастрофа. Вот. Ну, не для тех людей, конечно, которые, значит, были ликвидаторами. Кстати говоря, любое вот это вот воздействие на организм человека, оно усугубляется, еще бывает, психологическим фактором. Вот люди, которые, значит, наблюдали с 5 километров за ядерными испытаниями, я все пытался у них вызнать, ну вот, ну как, ну вот, чувство ужаса у вас возникало или нет? что, да нет, так как не возникало никакого чувства ужаса, вот, как ни странно. Хотя это действительно очень такое эффектное зрелище, ядерный взрыв. Вот сейчас покажу я вам его ядерный взрыв, никак не дойду до него. Вот он. Вот он ядерный взрыв, вот он крупным планом, насколько возможно, такое величественное облако. Вот с 5 километров, наверное, ну так примерно выглядит, и ничего. Люди это дело спокойно воспринимают. Вот так вот. Ну так вот, когда человека убедили, что радиация это очень опасно, а после Чернобыльской катастрофы в действительности вот это вот было, много слов сказано о вреде радиации, нам, значит, говорили, как это все опасно, повторяли много раз, и люди, в общем-то говоря, поддавались панике, и трудно, вот помню, очень мне понравилось сообщение, журналист, прилетевший в Киев, вот он вышел из самолета, он тут же, как сказать, записывает, наверное, на свой магнитофон, это тоже журналистский, портативный магнитофон, тогда так называли, и он, значит, говорит, вот я только что вышел в Киеве, значит, на летное поле, из самолета, у меня тут же от радиации запершило горло. Ну, вот, ну, все это слушают, и у нас принято было верить тому, что говорится по радио, да, по телевидению или пишется в газете, что все проверено, все, значит, дозволено цензурой, а тут, значит, говорится такая вот, так сказать, шокирующая вещь, не нужно забывать, что это была как раз заря гласности, и тогда не только всякие интересные вещи мы узнавали, ну, всякие ранее недоступные для нас произведения литературные печатались, но и можно было говорить и не особенно отвечать за свои слова. Ну, какая-то там от радиации у кого-то там запершило горло, ну, что, боже мой, это же не серьезно. Но все это дело воспринимали, слушали, и для тех, кому объяснят, вот, что это ты пострадал, вот, ты облученный, мне рассказывали такой случай, некий, значит, человек перевозил кобальтовую гамма-установку, ну, вот комплект ее, и случилась авария, автомобильная, значит, вот он перевозил, и все эти источники, которые находятся в таких ампулах, они рассыпались, кобальтовую установку, вот они излучают, радиоактивные, и он и кинулся, значит, собирать, собирать, и куда-то там складывать, быстро собрал, сложил, быстро собрал, сложил, ну, естественно, он получил какую-то дозу, видимо, не очень понятно, какую дозу, его отправили в больницу. И вот при нем, значит, при этом пареньке, лежал на обследовании, вот тот человек, который мне пересказывал эту историю, и вот, значит, у него были соседи, они в соседе по палате менялись. Был сосед, который говорил, ой, ну, все теперь, ну, теперь у тебя детей не будет, женщина тебя не взглянута вообще. И тот совсем пришел в уныние, выписался этот пациент, что запугивал, появился какой-то другой, говорит, то ты что-то, ты себя, смотри, хорошо чувствуешь, все у тебя нормально, и тот действительно, внушили ему, что все нормально, все пошло на поправку, сразу как бы вроде как, ну, понятное дело, облучился, вот его сразу на обследование, наблюдать называется это, потому что ЧП, человек облучился, это всегда воспринимается в атомной всякой такой области, там, где связано с радиацией, как чрезвычайное происшествие, надо его как-то вот, значит, реагировать на это дело, это же скандал, кому-нибудь там, наверное, за эту аварию досталось по шапке очень сильно, вот, вот такая вот история, вышла, то есть психологический фактор, тот самый, который вот действует на, объяснили, что это страшно. Я по этому поводу вспоминаю всегда историю, я ее прочитал у Майнрида, Майнрида пересказывал некую историю про английского врача, английский врач приехал в Индию практиковать, вот молодой врач идет по улице, в каком-то, значит, крупном таком городе индийском, европеизированном, впереди идет красивая индийская девушка, значит, как положено в Саре, и он смотрит, девушка все время сплевывает, вплевывает кровью, харкает, это все, это последняя стадия туберкулеза, такое было очень известное, распространенное заболевание, и вот, так сказать, врач, естественно, получивший в своих британских островах это образование, сразу диагностировал это последняя стадия туберкулеза, идет за этой девушкой, ну, девушка ходит в какой-то богатый дом, он за ней и говорит, вы знаете, что ваша дочь сейчас умрет, она смертельно больна, говорит он родителям, но родители в ужасе, девушка в шоке, и она умирает, действительно, просто так он внушил, ну, пришел, так сказать, сагиб, да, господин, вот этот англичанин, ученый, и сказал, вот, что она сейчас умрет, она и умерла, как положено, а потом выяснилось, что девушка просто жевала у них, то есть такое, что-то такое свертывают, они какие-то листья там жгучие, что-то добавляют, называется у них это, так сказать, бета, бетель, и вот этот бетель, когда его разжуют, вот эта вот масса, что-то типа, как у нас, у нас это вообще-то не делал, жевательный табак, да, что-то типа этого, вот, неполезно, кстати говоря, для полости рта, очень раздражает ее, но вот индийцы в ту пору, по крайней мере, это любили, и вот она это и жевала, сплевывая, потом-то это врач узнал об этом, но было поздно, девушка уже умерла от такого сильного убеждения, так вот, чем меньше человек знает, чем больше он верит тому, кто он говорит, а в советское время, как раз мы привыкли верить прессе, мы знаем, что нас еще скрывают половину, да, нам еще всю правду не говорят, значит, еще опаснее, да, раз уж нас предупредили, не ловите бездомных животных, и не ешьте их, да, значит, уж еще хуже, на самом деле, будем поэтому есть бездомных животных, на самом деле, еще хуже все, вот, а на самом деле, надо было просто выполнять то, что говорили, и не есть действительно бездомных животных, кур, не ловить рыбу в прудах, и что там, в реках, потому что она действительно могла содержать радиоактивные изотопы, вот, пока они еще из нее не вывелись, вот такая вот история, была глупая, ну, вот ядерный взрыв, это, конечно, такой очень печальный, предельный случай, но ведь помните, что земную поверхность сотрясало очень много ядерных взрывов, причем взрывы были совершенно чудовищные, по мощности, ну, сейчас как-то вот мощность самого мощного в истории человечества, значит, ядерного взрыва, который был на Новой Земле, это был как раз в год полета Юрия Алексеевича Гагарина, то есть Советский Союз продемонстрировал, вот, значит, ракетоноситель, который сумел вокруг земного шара человека, значит, в корабле обнести его, американцев еще тогда, такого они показать не могли, полеты были только по баллистической траектории, не могли после этого только сделать, вот, и плюс к этому вот самый большой взрыв, там, кто говорит, 40 мегатонн, кто говорит, 50 мегатонн, ну, так, наверное, точно, вот, не оценить это дело, так вот, этот взрыв, говорит, был очень мощный, впечатляющий, на очень большом расстоянии, значит, видно было, это огненный шар этого взрыва, и говорят, что даже медведи белые были ослепшие, значит, которые в удивлении, значит, в темноте, наверное, было, говорят, это было полярной ночью, вот, не знаю дату, когда это был этот взрыв, но, по крайней мере, как-то Европа испугалась, испугалась то, что треска будет радиоактивной, значит, в северных, вот этих вот, в акваториях, значит, от этих огромного взрыва, падения осадков, ну, кстати, как-то все обошлось, как вы помните, как-то чудовищный взрыв, чудовищные мощности, вот этот вот заряд, типа, деление, синтез деления, я, по-моему, вам о нем рассказывал, то есть, такой вот, ну, грязная очень бомба, скажем так, и ничего, как-то все это дело куда-то забылось, и ушло, и потерялось, и когда атомная промышленность только начинала развиваться, и наша, и американская, много было всяких аварий с выбросом радиоактивных, значит, отходов, и очень сильно боялись этих радиоактивных отходов, чудовищно сильно боялись, кстати, вот на Рождество, по-моему, 45-го года, кажется, или 44-го, в этом американском городке, где делали атомное оружие, в Лос-Аламосе была паника, почему-то всем пришло в голову, что коварные, значит, немцы, нацисты, они, значит, тоже сейчас разрабатывают ядерное оружие, у них, кстати, были какие-то попытки, но они кончились вроде как ничем, вот, они сейчас, наверное, в атомном реакторе облучили пыль, и они будут вот в рождественскую ночь над Лос-Аламосом распылять эту радиоактивную пыль, у них вот была такая, так сказать, фобия, вот они сами себе придумали ученые-физики, если же ученые-физики придумывают себе фобии, да, то уж что там говорить, значит, американские передовые части, которые, значит, в Европе были, у них, значит, были соответствующие подразделения, которые занимались, ну, сбором информации о немецком оборонном потенциале, о немецкой технике, и специальные были подразделения, которые занимались анализом, нет ли каких-нибудь следов разработки немцами ядерного оружия, радиоактивных следов, вот они собирали всякие образцы, отправляли в Америку туда, и вот, значит, они там вот эту вот, собрали эту, так сказать, почту, а дело было как раз перед каким-то праздником, и офицер, который это отправлял, он взял бутылку французского вина, и, значит, туда тоже отправил, записочку приложил, обязательно, как это называется, проанализируйте это, что-то в этом роде, там, или, так сказать, проверьте это. Ну, они, значит, стали проверять это виноградное вино на радиоактивности, им показалось, что они там нашли радиоактивность, значит, к этому офицеру, бедолаге, значит, ему пришлось выяснять, с какого виноградника было это вино, и нет ли там следов радиоактивности, вот так он на свою голову сделал своим, так сказать, американским коллегам такой вот неудачный подарок. Пришлось ему искать источник этого вина, вместо того, чтобы заниматься своим, своим делом. Вот такие вот дела бывают с больших-то испуганных глаз. То есть, значительная часть вреда, который приносит нам ядерная энергия, она связана с психологией. Очень, понимаете, вот вообще у человека так принято, вот я помню, вот как рождается паника, придумывается что-то, вот знаете, вот особенно в условиях ограниченной информации. А о ядерной технике, о воздействии ядерных излучений на человека информация ограничена не только за счет какой-то тайны особенно, сейчас особенной тайны уже вроде не существует, а то, чтобы воспринять, что правильно проанализировать это, как ту бутылку, нужно, значит, иметь определенный образовательный уровень, причем в этой области, именно образовательный уровень, а его ни у кого нет. Понимаете, вот много ли людей разбирается, ну, в автомобильных двигателях по-хорошему, так, по-настоящему. Несмотря на то, что многие машины управляют, но так прямо уж разобрать, собрать автомобильный двигатель, сейчас, наверное, далеко не все могут из управляющих машинами. Это не те, что старые романтические времена, когда хозяин машины сам все там чинил и смазал. Вот. И во многих других вещах не очень сильно мы разбираемся в специфических. Хоть в медицине возьмите. Вот тут, кстати, медицинский аспект. Вот она, так сказать, самая крыша реакторного зала. Вот. Кстати, тут вот так она вот устроена, эта крыша, и всякие есть два противоположных взгляда на то, как должна быть сделана крыша ядерного реактора. Одни говорят, крыша ядерного реактора должна быть такой прочной, не крышка, а крыша. Такой прочной, что вот в нее истребитель врезался и ей ничего. Вот. А другие говорят, что наоборот, она должна быть очень легкой, чтобы если что случилось, ее бум, раскидало и все. Значит, тут такая какая-то конструкция, так сказать, пористая какая-то, так сказать, ячейстая, чуть ли не из консервных банок. Вот. Ну, вот я не знаю, какая точка зрения сейчас возобладала. В общем, считает, что все-таки здание должно быть достаточно крепким. Помнится, кстати говоря, вот как отреагировали люди, безусловно, квалифицированные на Чернобыльскую катастрофу. Вот был тогда такой очень квалифицированный человек, академик Сахаров, Андрей Дмитриевич. А его жена в это время была за границей. Значит, она все там, туда вот, ей разрешали выезжать за границу. И она с ним говорила по телефону. И он, значит, вот она сейчас вспоминает, вот в связи с юбилеем Чернобыльских катастроф, она цитировала вот воспоминания, ну, слова своего мужа, которые тогда были сказаны. И он как раз и говорил, что последствия сильно преувеличены, что это вообще-то, говоря, он так вот высказывался, вот он на улице Горького, его же там знали, теперешний Нижний Новгород, кто забыл, а то сейчас молодежь уже забывает, спросишь, а как вот теперь называется Сталинград. Один мне сказал, что теперь это называется Санкт-Петербург. Другой сказал, что сейчас это называется Екатеринбург. Представляете, вот и вот всех, у кого я спрашивал, ну, я спрашивал специально, чтобы кто-то, кто мне даст интересный ответ, никто не назвал Волгоградом Сталинград. Ну, вот. Ну, это ладно. Это к слову. Но, кстати, к слову, очень хорошо характеризует подготовленность к восприятию чего-либо. В географии что же мы не знаем-то, что же не хотим сесть на поезд и доехать до какого-нибудь города, что же не знаем, что там случилось. Это же полезно иногда знать, в том числе и с точки зрения ведения бизнеса, да, вот, какой там бизнес можно в Волгограде вести, например. Это же полезно. Это называется экономическая география и всякая другая историческая тоже. Вот. Ну, так вот, Сахаров, например, высказывался о том, что потом, значит, пришлось ему на эту тему высказываться, как бы сделать такой реактор, чтобы абсолютно безопасен был. Очень модная была тема абсолютно безопасного реактора, то есть придумывались реакторы, которые, чтобы не случись, обязательно бы ни в коем случае не взорвался бы, не перегрелся бы, да. Вот. В одно время это было очень популярно, в красивых цветных, но очень популярных журналах на эту тему печатались картинки. Ну, вот. Ну, к сожалению, вот этот вот саркофаг существует, и, наверное, долго еще будет существовать. Но ядерная техника живет и побеждает. Вы знаете, для того, чтобы население спокойно относилось к ядерной технике, нужно, чтобы у него был очень большой образовательный уровень. Вы знаете, вот в условиях, так сказать, демократического общества, когда каждый человек, в общем-то говоря, имеет возможность так или иначе свое мнение реализовывать, высказывать, когда это мнение можно, соответственно, организовывать, да, вот, разжечь, нужно, чтобы по вот этим техническим вопросам мнение можно было высказывать квалифицированно. Но в политике у нас вообще все разбираются, да, в политике, в футболе и еще в чем-то, я его сейчас не помню, но разбираются все. Вот. А вот в науке как-то вот большинство людей все-таки честно признается, что они не разбираются и не разбираясь при этом вот слушать первых попавшихся агитаторов, ну, агитаторы, а мы вот такие вот люди публичные, типа журналистов, любим вот драматизировать. Мне очень сейчас хочется драматизировать, пугать вас скорой гибелью человечества под давлением, я не знаю, еще не придумал чего-нибудь такого. Это же будет интересно, все будут меня слушать, там, повысится рейтинг, все купят спутниковые антенны. Представляете, какой бизнес, какой оборот, да? Вот это как здорово будет, вот. Ну, вот, ну, вот, вот нас же, вот, не умный я человек, не хочу вас разжигать. Ядерная бомба не страшнее бумажного тигра. Заменитая китайская мудрость, которую я не остаю повторять. И, кстати говоря, для сравнения, то количество радиоактивных изотопов, которые находятся в недрах Земли, бесконечно велико, бесконечно велико по сравнению с тем, что у нас тут рассеяно по поверхности земного шара, вот это поверхность, колоссальное количество урана, тория и продуктов их разделения и распада находится здесь, в ядре Земли и вот в этих, во всех слоях, значит, мантии. Огромное количество радиоактивных материалов находится в изверженных породах, в базальте, например. То есть, это фактически своего рода радиоактивные отходы, гранит, базальт. Но только мы из этого гранита делаем ступени, потому что они очень прочные и трудные, стираются. Хорошо сделать из него, там, облицевать что-нибудь, такой богатый дом, значит, фасад, вот. Вот рассказывают, что немцы в 41-м году, когда наступали на Москву, они собирались в Москве все-таки, значит, воздвигнуть некий или под Москвой, я уж не знаю, памятник, значит, по случаю вот этого взятия Москвы и везли, значит, несколько вагонов гранита из Норвегии, норвежского гранита, и, значит, когда вот это вот не получилось у них, зима помешала, и Советская Красная Армия тогда это называлась, вот, то эти граниты достались в качестве трофея, и вот несколько домов на улице Горького, они этим камнем облицованы. То есть, вот этот вот камень, гранит, в общем-то, для Москвы не очень типичный материал для жилых домов. В основном-то это вот на такие трудные стираемые вот ступени, да, вот метро в подземных переходах, вот это хорошо туда он идет, а так вообще-то непопулярный материал. Так вот, говорят, что вот мне так мои преподаватели еще объясняли в советское, в далекое советское время, что вот этот гранит достаточно радиоактивен, ну, нам это говорили кулуарно, но я вот вам рассказываю. Ну, хотя, ну, что значит достаточно радиоактивен? Достаточно радиоактивен, что более радиоактивен, чем какой-нибудь кусок кирпича? Наверное, да, но все равно исчезающе мало радиоактивен, чтобы на улице Горького нельзя было ходить или надо было обращать внимание на эти вот, значит, источники, несчастные источники радиации. Более высокая активность, чем где-нибудь там в другом месте, в каком-нибудь глиняном карьере. Вот и все. Больше ничего. Ну, то есть, вот эти вот до такой бы степени радиоактивные отходы вот превращать такую вот в массу остеклованную, как в прошлый раз я его сагитировал, с радиоактивностью, как у природных камней, у природного гранита. И все будет хорошо, вся энергия, ядерная промышленность будет работать. Я вот большую часть сегодняшнего с вами свидания потратил на то, чтобы вот рассказывать, как не страшно ядерной энергии. Напомню вам, насколько она полезна. Ну, во-первых, ядерная энергия достаточно чистая энергия. При работе ядерной электростанции, вот ядерная электростанция, если, конечно, вот она не работает в режиме Чернобыльской АЭС, а вот в нормальном рабочем режиме со всеми, значит, последующими, значит, превращениями, значит, топлива на радиохимическом комбинате работает она, то выброс радиоактивных веществ в атмосферу много меньше, чем при работе, скажем, угольной электростанции. Ну, по крайней мере, производства вот этих вот радиоактивных веществ меньше. Угольной электростанции, правда, там можно ставить фильтры для, значит, дыма. Значит, почему? Почему же, оказывается, угольной электростанции и электростанции, работающие на мазуте, выбрасывают какие-то радиоактивные вещества? Все очень просто. Дело в том, что я вам говорил уже о радиоактивности базальта. Когда сгорает уголь, в нем сгорает вот эта вот органическая составляющая, то есть углеводороды. Вот сам уголь и плюс всякие там смолы, которые содержатся вот в угле, вот каменноугольная смола, так при перегонке угли получается при изготовлении кокса. Вот. И остается только минеральные вещества, не горючие. То же самое, между прочим, происходит и при горении нефти, мазута. Не надо думать, что при горении мазута не остается шлака. Он остается в незначительном количестве. При высыхании нефти, да, тоже остается вот некая минеральная нерастворимая составляющая. Вот эта вот минеральная нерастворимая составляющая, это вот, ну, вот как гранит тот самый, который из Норвегии немцы везли. Вот. Она радиоактивная. Вот это вот радиоактивная пыль фактически. Вот пыль как вот, ну, радиоактивная в меру. Вот ее как раз и производят. Шлак электростанций, шлак металлургических производств. Вот тут как раз то, что там вот осталось. Он тоже имеет повышенную некоторую радиоактивность. Это те самые породы, которые мы бы называли бы изверженными породами. Да, тут мы просто их очистили от органической составляющей, бросили. Значит, было у меня такое вот занятие. Значит, я развлекал себя окружающих. Значит, с дозиметром ходил, значит, мерил уровень природного излучения разных объектов. Вот во дворе я каком-то ходил, вокруг пятиэтажные дома. и я мерил, значит, все, что попало. И вот единственное, что заметно было, где была повышенная, так сказать, против, ну, она во все нормы вписывалась активность, это, оказывается, кора деревьев. Вот, оказывается, кора деревьев, деревья были такие, какие-то типа тополей, грязные, грязные, наверное, на них насела всякая пыль, как называть, сорбировалась. Вот эта вот пыль, как раз, наверное, была активной, с них, наверное, дождь не смывала эту пыль, вот она там набиралась, с асфальта дождь, наверное, куда-то пыль смывала, ее куда-то уносила, вот, а это вот деревья были более активно, раза в два больше активно, чем грунт. Вот, пожалуйста, вот вам, значит, это самая, так сказать, кора, собравшая на себя всю грязь. Грязные такие были деревья, как сейчас помню. Под ним люди в бадминтон играли, а деревья были вот грязные. Вот эта вот грязь-то, она, вот эта вот неорганическая грязь, она и радиоактивна-то. Вот, но не в такой степени. Что значит радиоактивность? Радиоактивность везде нас окружает. Мы сами это радиоактивны, кости наши радиоактивны. Мне рассказывали такую историю, ну, эта история такая загробная, можно сказать, скелетная, значит, что кости Марии Складовской-Кюри, помните, о которой я вам рассказывал в самом начале, это одна из, один из творцов, так сказать, нашего здания науки ядерной физики, вот один из основателей, который, значит, своими руками перебрала, значит, упаривала, там, варила в каком-то чане вот эту вот, значит, урановую руду, добывала оттуда ради, значит, добывала уран, обогащением занималась, ну, руды, уран выделяла и ради, вот, у нее были потом в ночных руках язвы от этой работы, так вот, оказывается, ей в организм попадали радиоактивные вещества, и вроде как, несмотря на то, что она прожила здоровую жизнь, очень долгую, у нее нормальные, здоровые дети, вот, и она очень так хорошо, весело жила, с ними там, помню, какие-то там, предлагала задачи по физике решать, в общем, они так интересно, весело жили, так вот, а у нее, якобы, вот, скелет, вот, он достаточно радиоактивен, так что он, простым счетчиком, регистрируется повышенная активность, ну, повышенная, кстати, у нас у всех тоже, самое радиоактивное место в нашем организме, это скелет, потому что в нем собирается радиоактивная стронция, он аналог, химический аналог кальция, радиоактивный стронция попал в атмосферу во время ядерных испытаний, вот, и из атмосферы в биосферу, и вот каждый из наших скелетов, вот он таков, и досужие любители строгих вычислений определили, что если муж с женой спят в одной постели, то друг от друга, вот, из скелета друг к другу, они получают дозу, ну, сравнимую с той, которую получали, либо если бы рядом с их домом стояла бы атомная электростанция, вот, вот, например, вот такое вот сравнение, ну, это, конечно, такое успокоительное сравнение, если вам спокойнее становится от того, что у вас немножко радиоактивный скелет, немножко более радиоактивный, чем другие ткани вашего организма, ну, пусть это вас радует, но все это ерунда, все это пустяки, ведь и в волосах человека, например, есть золото, да, в женских волосах, говорят, его даже больше, чем в мужских, заметно больше, но его там исчезающее малое количество, заметно большее количество раз, но исчезающее малое количество этого золота, и добывать его оттуда совершенно бесполезно, из волос человеческих, вот, вот такое вот занятие, ну и что, что оно там есть, что скрупулезные тонкие методы позволяют найти золото даже там, вот, а там и радиоактивные наверняка есть материалы, и мышьяк там, говорят, накапливается, если человек употребляет его с пищей, ну, скажем, если его травят, не дай бог, пытаются отравить, вот недавно, например, выяснилось, это я прочитал в популярном журнале, что, таки да, мать Ивана Васильевича Грозного, того самого Ивана Васильевича, красавицу Елену Глинскую, ее, видимо, отравили мышьяком, вот он не зря боялся, что вот его, его тоже могут отравить, мать-то его отравили, оказалось, что в ее волосах патологически большая, значит, содержание, вот, этого самого мышьяка, то есть, видимо, она была отравлена, сама она была, и вся из себя красавица, как говорят по скелету, фигурка необыкновенная и все, что угодно, но вот взяли, отравили мышьяком. Какие суровые были нравы в высшем, так сказать, обществе тех времен. Взяли царицу молодую, водову, и отравили. Это умерла, вот она была 28 лет, от мышьяка, от отравы. Вообще, наличие в окружающем нас мире всяких химических ядов гораздо более опасно для человечества, чем наличие радиации. Дело в том, что радиоактивные материалы, они действуют случайным образом, то есть, могут привести к чему-то или не привести, а вот яд, который постоянно содержится в молоке матери, в организме нашего, он на каждую клетку постоянно действует. При ее делении клетки он может привести к неправильному прочтению хромосом, вот это вот химически, неправильному прочтению генетической информации. Да. Так вот, значит, о пользе ядерных технологий, ядерной энергии. Многие процессы, которые идут у нас в химической промышленности, они, в общем-то говоря, идут с использованием ионидирующего излучения. Термоусадочные пленки, я вам о них, кажется, говорил, да точно говорил, их делают с помощью облучения электронными пучками. Вообще, самое такое милое занятие облучение электронами, гамма-квантами и рентгеновскими лучами. Это очень такое чистое облучение, потому что оно не создает наведенной радиоактивности. Вот когда дело идет об облучении нейтронами, тут всегда неприятности. То, что вы облучили, может стать радиоактивным на какое-то время. А вот мне совершенно кажется нелепыми требования на упаковках с товаром, там, с продуктами или там, с каким-нибудь медицинским оборудованием, указывать, что их, значит, облучали, например, рентгеновскими лучами или гамма-лучами. Ну и что? Ну, стерилизовали их таким способом. Это же замечательно. Это гораздо лучше, чем стерилизовать с помощью, скажем, каких-нибудь ядовитых газов. Следы-то этого ядовитого газа могут остаться на шприце, да, а следы радиоактивного излучения, ионизирующего излучения не могут остаться. Радиоактивность, излучение, активность, радиоактивность, она, не всякая радиоактивность наводится. Вот. Ну, вот, к сожалению, мало людей к этому готовы. Даже очень образованные, квалифицированные в своей области люди боятся, скажем, облученных вот этим, значит, гамма-лучами объектов, да, вот, скажем, стерилизованных гамма-лучами. Паника. Образование надо получать. Вот правильно говорили, что надо, чтобы процентов 30 или 40 популяции, популяции нашей, да, человеческой популяции, должны иметь высшее образование. Вот такое настоящее, хорошее высшее образование, техническое, в том числе, имеется в виду, быть восприимчивым к новинкам. Вот тогда в обществе будет тише, гладь и божьи благодать, спокойствие. Вот эти 40% грамотных, технически грамотных, остальных 60%, которые грамотны только вот в смысле чтения, они смогут убедить их, что что-то там не опасно, или что-то, наоборот, действительно опасно. То есть это вот лишний раз гирька на весы, так сказать, а, нет, это лишние капли воды на мельницу, вот, на мельницу высшего образования, вот, которая перемалывает кости студентов во время сессии, заставляет их чего-то учить, да. Вот, надо учиться, надо получать высшее образование, высшее образование – это благо. Вот, наш телеканал несет вам знания по мере возможности. Недаром мы про себя говорим, что мы телеканал для умных людей, да, так мы себя позиционируем в нашей телерекламе. Ну вот, к сожалению, курс у нас подошел к концу, вот, мне очень нравилось вам открывать эти вещи, приоткрывать завесу неизвестного. Это завеса неизвестного потому, что, ну, как сказать, вы не знаете такого чудного языка, языка математики. Вы его, ну, может быть, не знаете, может, кто-то и знает, потому что истины, касающиеся физики, сказанные на языке математики, очень доходчивы, просты, понятны, ну, так сказать, въедливы в душу. Это очень хорошие вещи, язык математики. Вот если бы я не был бы стеснен рамками вот такой вот популяризации темы, если я мог бы иметь возможность с вами говорить, как вот физик с физиком, да, знаете, был такой жанр научно-популярные статьи по физике для физиков, то есть для физиков из других областей, потому что им можно было не стесняясь написать уравнение, да, не стесняясь что-то там объяснить, там, вот, пользуясь, так сказать, общедоступными математическими какими-то, вот, так сказать, терминами, багажом. А вот вам я приходил все на пальцах, на эмоциях, не столько объяснить, сколько развлечено смешить. Вообще-то говоря, вот такая вот у меня сейчас задача была. Ну что, хватит смеяться над этим делом. Давайте какую-нибудь выберем красивую картинку и на ее фоне закончу. Мне вот эта картинка нравится. Вот все остальное такое, там, в саркофаге, грустное. А здесь такая вот желтоватенькая балка на фоне чего-то круглого, а круг и все что-то совершенное. Ну вот, давайте прощаться. Ну, спасибо, что посмотрели. Заходите к нам еще будете в наших местах, на нашем канале. Вот. Всех благ, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok